То есть если нам нужно распознать, я для простоты рассмотрю задачу с двумя входами, чтобы была плоская картинка. Если нам нужно распознать вот такие области и разделить объекты на два класса, в том случае, когда они разделяются одной прямой, такие задачи иногда, или такая машина, которая позволяет это делать, иногда называется перцептонно представимой, а пространство, как мы знаем, сепарабельное, она называется сепарабельным, то перцептонно справляется достаточно хорошо. А если, скажем, у меня задача вот такая, один класс лежит здесь, внутри треугольника, ну линии неограниченные, а другой класс лежит вовне этого треугольника, то возникает проблема. Одной плоскости здесь нет. Эти два класса никак одной плоскостью не разделить на две группы, значит, и перцептрон с такой задачей не справляется. Ну, довольно быстро придумали, что решением такой задачи может быть так называемый многослойный перцептрон, ну, в данном случае, конкретно двухслойный. В нем есть слой 1, в котором два нейрона, 1 и 2. У меня Галина, простите, нервы у нас на втором месте. Вот с такими весами. Ну, совершенно понятно, что вот этот нейрон отвечает за, вот этот нейрон, например, отвечает за то, лежат точки выше или ниже этой линии, этот нейрон отвечает за то, лежат точки выше или ниже этой линии, А на выходе должен быть еще третий нейрон, выходной слой, который отвечает за операцию логической нейроны, которые лежат здесь, должны лежать одновременно и ниже этой линии, и выше этой линии. Вот такие нейроны, которые, давайте вот не так, а в духе общих обозначений, значит это нейрон 3 будет, это омега 1,3, это омега 2,3. Вот такие нейроны, которые имеют два входа, причем выходы у этих нейронов, у 1,2, они булевые, то есть это либо да, либо нет, единица или ноль, выше или ниже. Значит, носит название логических функций, их всего 16 из двух логических входов, можно там разным образом формировать выход. Нейроны не могут, нейросети не могут в такой вот конфигурации, по сути дела это перцептрон с двумя входами, не могут формировать исключающие или и еще исключающие они. Все остальные функции, в частности, они формировать могут. Поэтому вот такая сеть, в принципе, способна распознать или проклассифицировать объекты на два типа. При этом один тип лежит внутри вот этого открытого угла, а другой тип объектов лежит вот здесь. Ну, есть некая терминология, вот это входы, вот этот слой иногда называется скрытым слоем, потому что мы не знаем, на самом деле, если глядеть на эту конструкцию как на черную ящику, в которой есть вход и выход, что там внутри, то есть этот нейрон скрыт, он непосредственно нам никаких выходов не дает, выход дает вот этот нейрон, и все бы хорошо, единственная проблема, как его учить. Перцептрон мы очень просто, если посмотреть на тот алгоритм обучения перцептрона, который я рассказывал, ну, его очень легко свести к алгоритму градиентному, к методу типа метода наискорейшего спуска, при котором анализируется среднеквадратичная ошибка, разность между реальными выходами и требуемыми выходами, взятая, возведенная в квадрат и просуммированная по всей обучающей последовательности, ну и вот минимизируя входы таким образом, чтобы эта ошибка была минимально, градиентный спуск используется, к каждому исходному значению добавляется градиент вот этой ошибки, я просто сейчас сознательно не пишу формулу, она дальше будет, умноженная на некоторое число называемое скорость спуска или темпом спуска или темпом обучения, когда про нейронные сети говорим, то есть там как учить понятно. А вот здесь не очень понятно, ну, допустим, вот этот нейрон у нас есть, он дает не совсем то, что нужно, но как подстраивать эти веса, мы знаем. А как подстраивать эти веса, зная ошибки вот этого нейрона, уже не очень понятно. То есть как подстроить веса слоев, которые находятся за выходным слоем, не очень ясно. Ну а выходных слоев может быть больше, чем один. Я вот в прошлый раз показывал примеры. Значит, во-первых, по конструкции самого слоя. Сколько нейронов слоя, от чего зависит. А если я, допустим, третью линию добавлю, у меня появится третий нейрон, который будет отвечать на вопрос, лежат ли точки выше или ниже этой линии. То есть количество нейронов слоя – это, вообще говоря, многоугольник. Чем больше нейронов, тем больше углов. Количество нейронов, так, сейчас опасаюсь сказать не то. Количество сторон многоугольника точно должно быть равно количеству нейронов. Вот это правильно. А могут быть еще более сложные конструкции. Например, вот такая. Если вот такой треугольник – это выпуклое множество, то вот такой уже не выпуклое множество. Но я предлагал в качестве домашнего упражнения убедиться в том, что такая задача тоже имеет решение. И для того, чтобы отвечать за эту задачу, нужно создать нейронную сеть, которая содержит несколько слоев. я не буду писать все обозначения. Так, что еще? Ну, вот это, во всяком случае, понятно. Нейроны, которые отвечают за линии, либо у этого треугольника, либо вот у этого треугольника. Поэтому, вот далее. И так далее. Как будет? Слой 1 и слой 2 Ну и на выходе У меня выходной нейрон Который опять-таки осуществляет простую логическую операцию То есть у меня Чтобы описать принадлежность такой выпуклой области Нужно на самом деле описать что? Объект принадлежит треугольнику 1 и не принадлежит треугольнику 2 За треугольник 1 отвечает первый слой За треугольник 2 второй слой Значит 2, 3 нейрон осуществляет логическую функцию Связи здесь на самом деле могут быть достаточно сложные Я уже нарисовал такие последовательные типы связей Кроме этого могут быть еще ситуации Когда каждый нейрон связан еще со входом Но я не буду рисовать Можно придумать ситуацию Когда нет связи вот этих между слоями Но есть связи каждого из нейронов с обходом И выхода с каждым из нейронов То есть что-нибудь вот такого типа То есть видите здесь идет резкое усложнение конструкции Но зато такая сеть может решать задачу любой степени сложности И рассматривать конфигурации любой степени сложности Если нужно еще что-нибудь вот такого типа рассмотреть Ну очевидно нужно добавить третий слой Четвертый, пятый и так далее Вот это типичный многослойный персептрон Вот эти вот слои Которые здесь у меня изображены Слой 1 и слой 2 Очень часто называются скрытыми Обозначается буквой H от слова hidden Ну и порождает проблему как систему обучать Слой 1 и слой 2 Есть разновидность многослойного персептрона Который выглядит так Входы Нейрон первого слоя Нейрон второго слоя связан со всеми входами предыдущим нейронам Нейрон третьего слоя связан со всеми входами предыдущим нейронам Ну и так далее Последний нейрон там принимает логические значения Принадлежит или не принадлежит сложной области А все предыдущие слои являются скрытыми Я рассказывал в прошлый раз, что в свое время мы придумали нейросеть У которой количество нейронов слоя и количество слоев не было фиксировано То есть она сама их подбирала таким образом, чтобы у нас получались наилучшие результаты при распознавании Эта нейрон использовалась для работы по прогнозированию действий на валютном рынке И она обучалась на предыдущем историческом опыте То есть когда торговый день заканчивался, она запускалась в процедуру оптимизации И она подстраивала веса к результатам прошедшего торгового дня То есть смотрела, а что было бы, если бы торговля шла в строгом соответствии с ее рекомендациями Ну и вот если результаты были неудовлетворительны, то веса подстраивались По сути дела, я уже говорил, что в любой процедуре обучения у нас в конечном итоге лежит задача минимизировать вот такую функцию Я использую обозначение outl Для выхода последнего нейрона L это выход на этого и для этого в такой сети L это один из объектов лучающей выборки То есть я вот его показал, ну и смотрю, какой выход получился для этого объекта D это тот выход, который должен был получиться Ну скажем, в моем примере у нас как было сделано Есть такие методы с нейронной сетью, которые занимаются анализом рынка Есть методы так называемого технического анализа Это различного рода сигналы, которые анализируют Анализируют изменения, ну скажем, курса валюты, цены, объемов продаж По определенному алгоритму никаких больших чудес там нет Хотя иногда там такие алгоритмы довольно забавно используются, чисто фибоначчи и так далее Но по большому счету в основе лежит очень такая простая здравая идея Что на рынке все повторяется, что когда-нибудь там уже было Ну и вот если по статистике выходит, что при возникновении таких движений Чаще всего цены его потом вниз То при возникновении такой картинки надо продавать При других картинках надо покупать Ну а почему те или иные картинки получаются? Там две другие модели, либо поведение больших коллективов людей Иногда используя термин толпа Я уже говорил, что когда вы уходите на рынок Ну вы превращаетесь из индивидуальных, из индивидуум в толпу Потому что рынок, в общем-то, по большому счету Ваш внутренний мех безразличен, неважно Любите ли вы толстого, любите ли вы почитаете ему фехтвангера На рынке вы действуете по простым законам Вы должны подешевле купить, подороже продать Как-то в BBC был серия фильмов BBC про природу Там про разные, про молнию, про мужчину и женщину и так далее Это серия научная Там был хороший фильм про проведение больших коллективов Птиц, рыб, они ведут себя как некий коллективный разум Значит, когда там смотришь Сложно понять, что движение вот этой толпы птиц В данном случае неразумное Впечатление такое, что оно очень разумное Значит, на самом деле они движутся под очень простым закономерностям Не сталкиваться с соседом И, значит, там, за двух вторых брал По-моему, лететь за лидерами Ну вот и на рынке примерно то же самое Нужно купить дешевле, продать дороже Поэтому рынок, коллективный разум тоже демонстрирует На нем бывают и коллективные психозы И много чего другого То есть вот такое исследование поведения больших коллективов Под очень простыми правилами, которые определяют это поведение Ну, для этого есть методы различные Вот это первая группа методов Психологические, я бы сказал так условно Бехевиористические Бехевиористика вообще Долгое время считалась продажной вверхой империализма Ну, в принципе, определенный разум Определенные разумные основы и есть Значит, а вторая группа Это чистая статистика Ну, группа, говоря Если вы пять раз подряд выиграли в лотерею Ну, наверное, вы в здравом умении будете рассчитывать серьезно Что и в шестой раз он так же поведет Что поведение должно когда-то кончиться Есть некие средние значения Если это лето аномально жаркое То зима может быть аномально холодной Чтобы средняя температура к больнице была примерно одно и то же Значит, вот примерно такие там идеи используются Если курсы очень сильно оторвались от среднего значения за последнюю неделю Ну, стало быть, скоро будут падать Ну, если нет каких-то глобальных причин, которые заставляют их дальше торматься Так вот, эти методы давали свой набор сигналов Мы использовали 22 метода Они никогда не говорят о нисон Чтобы так все сказали, что надо покупать Обычно там некоторые говорят покупать, некоторые продавать Ну, в таком случае, это некое разложение динамики цен на рынке На определенные составляющие Ну, а дальше мы эти 22 картинки анализировали И смотрели, что происходит Что на самом деле нужно делать Когда вот такой набор из 22 точек покупать или продавать у нас возникает То есть, по сути дела, на вход нейронной сети продавался бинарный образ Она принимала какое-то решение Ну, в принципе, такое Достаточно удачное Я сразу скажу, что, к сожалению Сделать конструкцию, которая будет играть беспроигрышно Ну, скорее всего, не получится Или, во всяком случае, если получится То нет особого смысла на ней рассказывать Методы технического анализа дают Ну, в хороших ситуациях Правильные ответы с вероятностью процентов 70 В принципе, это неплохо Но поскольку, чтобы совершить правильную операцию Нужно и купить, и продать Если каждую операцию я совершаю с ошибкой 30% Или с вероятностью сделать ее правильно 70% То две операции Поскольку они независимы Я совершаю правильно с вероятностью 0,49 То есть, 0,5 Либо правильно, либо неправильно Поэтому, значит, там на самом деле Если играть, нужно выстраивать определенные стратегии Которые исключают, кроме того, что полагается Вот такого типа статистические методы Еще и распределение выигрыша То, что выигрываете, например, полностью вы выпускаете Или часть откладываете, часть пускаете Ну, вот там могут быть более или менее прибыльные стратегии Значит, так вот, в итоге-то лежит минимизация вот такой штуковины Значит, минимизировать ее можно разными методами Если я обозначу, это ошибка Е Ну, самый, пожалуй, изящный метод Это метод Монте-Карло Вот эта энергия, очевидно Вот эту вещь рассматриваем как энергию Некой физической системы, почему бы нет Которая зависит вот от этих весов связи Их достаточно много, как от параметров Ну и пытаемся найти глобальный минимум энергии в этой системе Я же, по-моему, про это рассказывал Имитируем отжиг этой системы Системы от высоких температур Понижаем их до все более и более низких Перебираем случайным образом все возможные веса связи И принимаем все значения Новое значение весов связи По сравнению с предыдущим С Больцмановской вероятностью Е в степени минус дельта Е На карте Дельта Е это разность энергий В состоянии с теми весами, которые были И в состоянии с теми весами, которые стали Ну, КТ это некая условная температура Вот эту температуру После того, как система некоторое время при ней побудет Придет в равновесие, потихоньку понижает Значит, и система потихоньку скатывается Ну, к сожалению, не всегда в глобальный минимум Там можно достаточно глубокие локальные нити Есть генетические алгоритмы Где моделируется просто биологический процесс Значит, размножения И отбираются наиболее удачные варианты решения Так или иначе, это все группа юристических методов Поскольку задача очень сложная Весов много и решать ее сложно Ну, а самым простым методом и наиболее часто используемым Является метод градиентного спуска В методе градиентного спуска у нас Вычисляется энергия ДЕ По весу связи Д, Омега и Йод Это градиент Ну и Омега и Йод На следующем шаге трансформируется таким образом Это Омега и Йод То, которое было на шаге Т Минус вот этот градиент Ну, умножить на некоторый параметр это Который Называется Темпом обучения Или скоростью обучения Минус понятно Я двигаюсь Не в направлении роста градиента энергии А в направлении его уменьшения И тем самым То есть, по сути дела Если В методе Монтекарло Имитировал механизм Омега То я здесь имитирую процесс Качения У меня есть некая сила Которая движет у меня Эту энергию к минимуму И система катится Как шарик К этому минимуму Вот этот параметр Задает, так сказать Скорость скачения Будет очень большим Она может проскочить Минимум Будет очень маленьким Будет очень долго катиться То есть Идея достаточно простая Но, тем не менее Эта идея породила Весьма так Изящный метод Который получил название Метод обратного распространения Или метод Обратной ошибки Додумывались для него Исторически Как ни странно Достаточно долго То есть То, что Проблемы исключающие Воили Невыпуклое множество Распознавание Невыпуков множеств Может осуществляться Многослойными сетями Сообразили быстро А вот Как учиться Многослойные сети Соображались достаточно долго Ну вот Давайте Мы этот метод И рассмотрим Называется он Методом обратного распространения Или методом Обратной ошибки Потому что Суть его в том Что я Смотрю на выход Смотрю Какая ошибка Там получилась И пытаюсь Подстроить веса Таким образом Чтобы эта ошибка Минимизировалась Потом Передвигаюсь На слой Назад Смотрю Какая Ошибка Какую ошибку Выдали нейроны Этого Уже скрытого слоя Подгоняя их Веса И так далее Ну вот Чтобы Проиллюстрировать Особенности метода Тут В принципе Ничего хитрого нет Но нужно Достаточно внимательно Дифференцировать Давайте рассмотрим Трехслойную сеть Первый слой Кружочки Это входы Вот это вот Скрытый слой Хидден Отсюда Вот это у меня Параметр И Входы Вот это у меня Параметр Йод Нумерует Нейроны Скрытого слоя Да я не буду Все связи писать Я один Конкретный Нейрон Нарисую В данном случае Первый Подразумевается Естественно Что все Кружочки У меня Соединены Со всеми Нейронами Ну и я не буду Еще учитывать Связи такие Через слой Они тоже есть Их тоже можно Учитывать Все хорошо Получится Только Возиться Дольше придется Вот это слой Обозначиваю Буквой Л И он Уже будет От слова Последний Соображаю Почему я его Не обозначил Он уже будет Давать Выход Ну Слой Л Тоже может быть Не один Нейрон Давайте я использую Вот такую функцию В качестве функции Которая дает выход Нейрон Помните Он говорит Что Эта функция Имеет Ну понятно Что при Х равном нулю При Х равном нулю Она равняется Одной второй При Х равном Бесконечности Она равняется Единице И при Х равном Минус бесконечности Она равняется Нулю Если я в это буду Устремлять В бесконечность Она перейдет В ступень Чем больше в этот Тем У меня Более будет Ближе к ступеньке Эта функция Значит Я говорил Что эта функция Обладает Такой Особенностью Которую Легко проверить ДФ По ДХ Равняется Минус Бета Е В степени Минус Бета Х На Единица Е В степени Минус Бета Х В квадрате Равняется Бета На Ф От Х На Единица Минус Ф От Х Здесь Я воспользуюсь С тем Что Единица Минус Ф От Х Это Есть На На Паут На Паут Я вот говорю Что здесь Ничего хитрого нету Вычислять очень нельзя 1 минус 1 плюс e в степени минус βx так это 1 минус f от x я писал это есть 1 плюс e в степени минус βx минус 1 поделить на 1 плюс e в степени минус βx 1 и 1 сокращаются так что здесь минус все-таки должен стоять минус β так 1 и 1 минус f от x и 1 минус f от минус просто вот это свойство запомним оно нам потребуется ну а теперь давайте посмотрим на такую вещь давайте я попробую просто-напросто взять анальгию соответствующей ошибки это у меня выходы будут нейронов последнего слоя вот этого вычитаю из них желаемые выходы я еще молчаливо предполагаю чтобы много сумм не писать что у меня это все суммируется по всем нейронам обучающей выборке пишу здесь квадрат ну и дальше давайте вычислим вот эту производную производную от этой функции по вот этому весу что-то у меня будет минус β вот здесь смотрите что я буду использовать вот эта вот функция out она на самом деле является функцией от некоторого аргумента x а аргумент этот в частности включает у нас что из себя он включает в себя произведение омега и льет умножить на выход вот этого нейрона скрытого слоя то есть когда я дифференцирую вот эту энергию я должен продифференцировать по сути дела вот эту вещь а вот эта вещь есть функция ну на самом деле от суммы по всем йод от таких вот параметров я здесь дифференцирую по какому-то конкретному йод поэтому из суммы у меня остается только одно значение поэтому у меня здесь получается минус β и дальше в соответствии с этой формулой аут ль выход нейрона с номером l единица минус аут ль разница между выходом и тем что должно получиться двойка сокращается ну и дальше поскольку я должен продифференцировать вот такую вещь естественно если я ее продифференцирую вот по этому параметру по омега и льет он у меня пропадет а останется только выход слоя с номером йод аут нейрона с номером йод с номером йод вот все вот эти ауты они естественно зависят еще от всех прочих весов но в чем тут фокус если мы задали какие-то веса первый шаг сделали метод то итерационный градиентного спуска задали случайным образом совершенно какие-то веса посчитали выход просчитали такую функцию а дальше смотрим куда нам двигаться как нам веса менять начинаем сначала смотреть как нам менять веса этого слова это что означает вот эти все вещи нам известно мы их только что рассчитали градиент у нас равен вот чему ну давайте чтоб он был в более приличном виде мы его просто напросто переобозначим переобозначим вот так минус дельта л аут аут а шьет и перенормируем все нейроны все веса связи омега и льет на следующем шаге т плюс один у нас будет равняться омега и льет на шаге т который был минус минус как я говорил некоторый темп дельта л вот она дельта л и умножить на выход нейрона слоя й аут аж й что у нас должно произойти если мы нигде ничего не напутали значит смотрите вот эта вещь либо единица либо ноль да эта вещь тоже либо единица либо ноль ну если выход аут л единица то ноль если выход ноль то единица а вот аут л минус дель значит это что такое например аут л единица а дель тоже должна быть равна единице ноль вес вообще не меняется слава богу он сработал так как надо выдал желаемый выход аут л единица а вес получился равен нулю уменьшается вес связи почему уменьшается а потому что чем больше у меня входной сигнал тем больше шанс получить единицу поэтому мы его немножко уменьшим чтобы выход имел тенденцию ноль выход ноль получили ноль ничего не меняем выход ноль получили единицу а значит наоборот усиливаем связь чтобы получить тот выход который нам необходим то есть у нас все достаточно логично трансформируется хотя по большому счету все что мы делаем это градиентный спуск мы движемся в ту сторону в которую нашу систему как шарик катит требование минимума вот этой энергии вот это первый шаг на этом шаге мы подстроили вот веса вот этого слоя спрашивается как подстроить веса вот этого слоя для того чтобы подстроить эти веса нам надо как-то определить а какие ошибки сделали вот этими вот отсюда и название методатная ошибка ну на самом деле мы поступим очень просто и незатейно нам нужно определить по большому счету какой градиент добавить даст нам дифференцирование вот этой энергии по вот этим местам то есть попросту нужно рассчитать производную от энергии ОВ и ЙОТ ну опять таки что это будет сумма ПЛ АОТЛ минус ДЛ понятно что АОТЛ в том числе зависит и от этих весов почему потому что он зависит от этих выходов нейронов скрытого слоя а выходы нейронов скрытого слоя естественно зависят от вот этих весов то есть я могу спокойно вычислять вот такую производную для АОТЛ по ДВ и ЙОТ ну дальше я опять таки пользуюсь тем правилом о котором я говорил которое уже стер здесь вот было написано это у меня а АОТЛ минус ДЛ на БЭТА плюс на АОТЛ на ЕДИНИЦЕ минус АОТЛ Дальше, а дальше вот тут хитрость Я должен дифференцировать вот этот выход Он зависит вот от таких вещей При дифференцировании у меня выскочит вот этот множитель Омега-йод И выскочит производная Д-аут-х-йод по Д-аут-в-и-од Да, и минус, который я все время теряю Ну и теперь осталось только продифференцировать Вот эту вещь А ее дифференцировать тоже достаточно просто Опять-таки в соответствии с этим правилом Я могу написать, что эта производная у меня равна Аут-х-йод на единицы минус…— аут-х-йод умножить на… xy, почему, потому что выход outhy зависит от чего-то, от v и y умножить на x, на x и t, простите, на x и t, не xy, умножить на x и t, по этой вещи продифференцирую, вот это сколько у меня прогласится. Умножить на сумму по l, ну а под суммой по l у меня уже знакомая вещь стоит, вот эту всю вещь мы обозначали как дельта l, то что у нас было в предыдущем виде, в предыдущей формуле, умножить на дельта l и умножить на омега lj. Смотрите, дельта l, это что такое было? Это по сути дела была ошибка, которую дали нейроны этого слоя. Теперь мы эту ошибку умножили на веса связи и она у нас перекочевала на предыдущий слой. Ну на самом деле это несколько такое фигуральное выражение, но по виду очень похоже. Ошибка возникшая здесь, вот в соответствии с этой формулой, как бы перекочевывает к нейронам этого слоя. Отсюда и название метод обратного распространения ошибки. Просчитываем выходы в этом направлении, а ошибка у нас движется в этом направлении. И у нас получается, что dE по d омега y равняется дельта y. Где через дельта y я обозначил вот такую вещь. Out h y на 1 минус out h y умножить на сумму pL дельта l омега lj. Ну а дальше я снова беру, что веса связи на следующем шаге у меня будут такие. Веса связи на шаге t и минус дельта y на степень обучения это. Ну нетрудно опять проверить, что если у меня правильный выход, то связь остается без изменений. Если неправильный, то связь либо уменьшается, сила связи либо уменьшается, либо увеличивается. На самом деле, конечно, никакого особого обратного проползания ошибки нет. Значит, по сути дела, речь идет о вычислении градиентов, в каком направлении нам нужно менять те или иные веса связей. Но формально, благодаря формулам вот такого типа, у нас все имеет такой вид, как если бы ошибка, возникшая здесь, у нас потихоньку кочевала бы по всем слоям. Я рассмотрел двуслойный персептрон и довольно простую конфигурацию связей, то есть не было перекрестных таких связей через слой. На самом деле, можно рассмотреть и более сложные конструкции, но, естественно, с более сложными вычислениями. На самом деле, то, что я делал, все нуждается в доказательстве. Мы должны точно так же, как для персептрона Розенблата, доказать, что предложенный алгоритм позволяет отлучить персептрон. Я доказательством этого заниматься не буду, так что вы вправе воспринимать сейчас то, что я сделал, как некий эмпирический метод обучения, не доказательство, а показательство, хотя, в общем-то, есть свидетельство в пользу того, что есть работы, в которых доказывается сходимость алгоритма обучения с помощью метода обратной ошибки. Проблема в чем у нас всегда? В отсутствии сходимости. Я учел, учел, а он не учится и вернется. У персептрона Розенблата сходимость есть. У таких вот конструкций тоже есть. У генетических алгоритмов и прочих методов Монте-Карло под вопросом. Это эвристический алгоритм. То есть я могу систему обучить, но гарантии того, что это будет работать, всегда в любых ситуациях у меня на самом деле нет. Вот это на самом деле очень красивая конструкция, многослойные персептроны. Конструкции такого типа может быть очень много. Я вам привел простые примеры. И по сути дела большая часть практических применений нейронных сетей, я о некоторых задачах, в которых они используются, вам попозже расскажу. Значит она вот как раз в значительной степени связана с такими многослойными конструкциями. Ну по сути дела видите, это в общем-то нетрудно понять. Многослойные конструкции решают логические задачи. Схема какая? Мы формируем пространство признаков. В этом пространстве признаков говорим, что есть разные классы. А, Б, Ц, Д и так далее. Дальше у нас формируем машину, которая делит на классы линейных, слева или вправо от линии, или выше линии, ниже линии, ниже линии находится класс. А потом по сути дела строим обычную логику. Справа от одной линии, выше одной линии, ниже другой линии, это один объект. Ну и так далее. Количество слоев, количество связей у нас зависит просто от сложности конфигураций, в которых расположены эти классы. Если нужно очень большое количество линий, я вам двумерную картинку рисовал все время. Представьте, что у вас какая-нибудь, как у нас там, даже не бог есть какая сложная задача, но тем не менее. Валютный курс, изменение курса за последний день, объем торгов, данные на сопутствующих рынках, значит, там еще есть такая интенсивность котировок. Вот я уже 5, значит, вам переменных. В пятимерном пространстве у меня есть сложные, не выпуклые, значит, многогранники. И нужно определить, принадлежит объект, или он принадлежит данному многограннику. Естественно, машина, которая это делает, в данном случае, многослойная нейронная сеть, ну, будет такой достаточно сложной. Значит, все, о чем мы говорили сейчас, относится к сетям обучаемым супервизором. То есть у нас есть учитель, который следит за процессом обучения и занимается обучением нейронной сети. Мы, учителя, естественно, имеем в виду фигураль, реально у нас никакого учителя нет, но у нас есть обучающая выборка. Есть кто-то, кто сказал, что вот это вот ответы правильные, а это неправильные. То есть, когда я говорю об учителе, я вот это имею в виду. Можно поставить немножко другую задачу. А что значит учитель? Это означает, что мы в данном пространстве точно знаем, какой ответ является правильным, а какой не правильный. А вот представьте теперь ситуацию такую, что мы не знаем, как нейроны, как объекты у нас распределены по классу. То есть нам показали пространство, а мы не просто не знаем объекты одного класса, или двух классов, или трех классов. То есть никакой обучающей выборки нет. И у нас задача немножко иная, не та, которой мы занимались до сих пор, когда вот точно было известно, что есть два класса, и нужно обучить. А вот красный оборот. Нужно посмотреть, а сколько классов, в принципе, есть в предъявленных объектах. Есть разные методы решения одной такой задачи. Ну, в частности, я говорил, что вообще говоря, возможно строить иерархии, например, и вводить расстояния какие-то между объектами. И, скажем, классы выделять по иерархическим группам, то есть те объекты, которые ближе к друг другу, относятся к одному классу. Ну, а можно использовать другой подход. Вот на нейросетевом языке этот подход реализуется конструкцией, которая называется нейросетью, или нейроном кокона. Или второе название, которое тоже часто для них встречается, это нейросеть, обучаемая по принципу «Победитель получает все». От Джека Лондона, по-моему, рассказ такой был «Победитель получает все». Герой рассказа, мексиканский революционер. Он дрался в боксерском поединке с большим призовым фондом, с кем-то явно не своей весовой категорией, но цель была получить призовый фонд и потратить его на оружие для мексиканской революции. Ему там предлагали уже по ходу боя много раз, что, дескать, соглашайся на ничью, то тебя вообще убьют, а он говорил, что нет, «Победитель получает все» и в конце концов победил. Вот и здесь нейросеть работает по такому же принципу, «Победитель получает все». Вимя TXO, сети WTI. Ну, несмотря на такие красивые названия, конструкция достаточно простая. Есть некоторые входы. То есть на вход подается некий вектор. Есть некие нейроны. Связь обычная, каждый вход связан с каждым нейроном. Значит, выходной сигнал, когда каждый нейрон занимается суммированием, и выдает выходной сигнал. Выходной сигнал уитого нейрона формируется таким образом. Омега и й, умножить на х й. Но фокус в том, что между этими нейронами, вот этого слоя, устраивается некоторая система конкуренции. То есть есть определенный механизм конкуренции. И механизм конкуренции определяет нейрон-победитель. Нейрон-победитель формулирует у себя на выходе состояние единицы. Я для определенности взял, что победителем будет первый нейрон. Все остальные нейроны на выходе формируют состояние единицы. То есть это все у меня множество выходов нейронов. Если я неровно буду нумеровать с буквой й, то это у й. Так. 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 То есть по сути дела мы добиваемся того, чтобы на каждый входной сигнал у нас всегда откликался только один ирон Вот есть такой специальный алгоритм, который обеспечивает необходимую конкуренцию таких нейронов Называется алгоритм нейроном Гроссберг Конкуренция у него устраивается по такому правилу То есть здесь у нас сначала происходит суммирование, а потом работает вот этот механизм конкуренции, который носит название нейроны Гроссберг Ну а если правильно назвать, то это инстар Гроссберг У него много входов и один выход Звезда внутри, есть еще аутстар Аутстар один вход и много выходов, но один похожий Обучается он в соответствии с правилом Гроссберга В соответствии с этим правилом Веса связи между вот этими нейронами и инстаром Гроссберга определяется по такому правилу Так, ну все, вот уже заканчивается Это хватит Давайте сначала запишем, потом я его прокомментирую Значит, что здесь делается? Ну, во-первых, выход Выход определяется всем просто Функция берется не вот такая хитрая, как здесь, а просто линейная То есть у равняется просто Омега и й на х й Ну, имеется ввиду, что здесь по индексу й идет суммирование Значит, что здесь делается? Ну, если внимательно посмотреть То Здесь, при таком алгоритме обучения У нас выигравшим всегда оказывается тот нейрон Веса которого наиболее близки вот к этому вектору входного сигнала Действительно, если на самом деле вот этот индексы Чтобы он вас не смучал Давайте я его обведу У нас один всего на сегодня его И я использую на всякий случай Если вдруг я по каким-то причинам захочу Здесь вот Он не один, он старый мете несколько Так, вообще-то он один-единственный Тогда я что записал? Омега и й и й Омега й й и й Я записал скалярное произведение По большому счету Вот это правило работает каким образом? Оно работает таким образом, что те нейроны, которые у меня лежали наиболее близко к входному вектору, Веса которых были наиболее близки к входному вектору и й й, Получают преимущество между, по сравнению с теми нейронами, Веса которых были далеки от входного вектора Почему? Да по очень простой причине Если я посмотрю на то, что я записал для функции УИТЭ, То она, по сути дела, у меня представляет скалярное произведение Умножить на х, где х это у меня входной сигнал Наибольший выход, естественно, получит тот вектор, который лежит параллельно вектору Омега А правило Грозберга, которое я записал, у меня, по сути дела, означает, что усиливаться будут только веса тех нейронов, которые получат наибольший выход То есть в данном случае предлагается сделать Пример достаточно длинный Предлагается сделать такую операцию Как реально происходит обучение такого нейрона Сначала берут связи всех вот этих нейронов, располагают случайным образом Потом подают некоторый входной сигнал Выбирают нейрон, который, значит, наиболее близок Веса связи которого были наиболее близки к вектору входного сигнала Сейчас я найду картинку И с ним он у меня здесь есть Ну вот она у вас немного Значит, могу показать Вот были случайные нейроны Здесь для простоты Значит, два входа Дальше, значит, показали вектор Некоторые векторы из той последовательности, которую нужно классифицировать Ну и они вот по итерациям подстраиваются так, чтобы устойчиво побеждала группа нейронов Которая, значит, имеет веса связи максимально близких к входному вектору И в итоге все входные объекты они разбили, видите, на три группы Одна группа, вторая, третья То есть такая сеть, она производит автоматически классификацию объектов И разбивает их на некое количество классов Ну, можно сказать совсем просто Что я выбираю некие случайные векторы Потом показываю сначала исходные векторы Связи у меня распределены случайно Потом показываю ей Вот могу, значит, не совсем строго, но достаточно наглядно Вот у меня, представьте себе сфера На сфере вот равномерно распределены точки Совершенно случайным образом Вот, на самом деле, при практической работе с такой сетью Очень важно, чтобы датчик случайных чисел у нас, на самом деле, всегда не случайный Если там начинаешь им пользоваться Он часто там в своих, какие-то, закономерностях наигрывает Вот они случайны А теперь я им показываю входные объекты И говорю Что Вот у меня группа объектов, которые лежат на самом деле вот здесь В этой группе у меня есть объекты, которые вот здесь лежат В этой группе объекты, которые здесь лежат Как я обучаю? Я обучаю это таким образом Показываю, скажем, этот объект И у меня победителем является нейрон, который находится максимально близко к нему Расстояние я определяю здесь, по большому счету, вот так, как скалярное произведение Вот у меня расстояние между этими объектами Показываю другой объект из этой группы Значит, опять расстояние определяется Подбираются нейроны так, чтобы откликался нейрон максимально близкий к этому объекту Показываю нейрон из этой группы Начинает откликаться нейрон максимально близкий к этому объекту Ну вот, если я покажу достаточно большое количество объектов У меня получится несколько нейронов победителей Значит, нейроны, которые лежат вот здесь, где-то, будут откликаться только на объекты этой группы Нейроны, которые лежат здесь на объекты этой, ну и здесь на объекты вот этой Если хорошо обучены, у меня на самом деле останется по одному нейрону в каждой из этих областей Который будет откликаться на объекты соответствующего класса Ну или другими словами говоря, любой новый объект будет притянут либо сюда, либо сюда, либо сюда, к чему он окажется ближе То есть будет решена задача классификации, о которой мы говорили На первый взгляд все достаточно тривиально Ну и в принципе на самом деле я могу такое обучение организовать Ну просто знаю, что такое скалярное произведение Ну на практике, значит, в силу вот той особенности, о которой я говорил, что у меня нужны хорошие случайные числа Значит, чтобы на самом деле исходное распределение было истинно равномерно и случайно Ну при численном, при реализации подобных алгоритмов возникают некие сложности И еще, как правило, здесь входные сигналы используются нормированные То есть мы берем и, ну единичный вектор, по сути дела Каждый х делим на норму вектора х, который вводится по поводу быть правильным Скажем, как в обычных декартовых координатах Чтобы у нас все входы распределялись вот по сфере единичного радиуса в многомерном пространстве Ну а потом вот реализуем алгоритм Грозберга, который задается данным правилом Данное правило, еще раз повторяю, усиливает выходы тех нейронов, которые лежат максимально близко к предъявленным моментам Если у нас в группе предъявленных объектов есть разные классы, то автоматически пространство у меня распадается на области притяжения к соответствующим победителям для каждого класса Учитывая, что для двух объектов, конечно, мы не будем огород городить, для двух входов А нарисуем плоскую картинку, поставим точки, взглянув глазом, моментально увидим, что у нас произошла сегментация на плоскости Это хорошо видно Если я вот такие точки нарисую, вы без всякой сети Кохана скажете, что здесь три класса А теперь представьте, что у нас признаков 15, все это в многомерном пространстве голова сломается Но сеть Кохана, она железная, как говорится, не ломается Поэтому для решения задач классификации, в принципе, ее можно использовать Ну, очень интересные вещи получаются, когда сети Кохана соединяются с многослойными персептронами Это некие гибридные сети, которые могут уже использоваться для решения задач прогнозирования, например Один из вариантов задач прогнозирования У меня есть такой-то временной ряд Я его режу на кусочки Вот каждый такой кусочек, это у меня один из образов, которые нужно запомнить Ну, я нарисовал одно значение, в принципе, скажем, в экономике ряд никогда не бывает Один, это всегда там, чтобы правильно послушать какой-нибудь бизнес, например Чтобы правильно спрогнозировать курс, нужно и то, и то, и то, и то учесть И там, решение федеральной системы, ну, политические вещи вообще не беру И там, решение Центробанка по ключевой ставке, ну, то есть, и выкупа полигации среднего штата, и много чего другого Ну, для простоты пусть один кусочек будет Вот дальше я начинаю сеть учить, что вот такой кусочек, значит, один образ, вот такой другой, вот такой третий А потом показываю ей кусочек, на самом деле половинку того, что было Говорю, а дальше-то какой к нему хвостик приделается Какой чаще всего приделается Вот у нас задача прогнозирования Она по неполной информации должна восстановить полную информацию По части образа должна понять, какой образ будет у нее дальше использоваться Ну, вот о том, как это делается А также о некоторых уже специфических сетях, в которых есть То, чего нет в наших сетях, чего здесь нет, нет обратных связей, да? Очень хорошо бы отсюда получить петельку на вход И что-то поменять, точно так же, как многослойный перситрон Вот у нас обратных связей нет И как только появляется обратная связь, сразу же становится не очень понятно Как учитывать, как использовать метод обратной ошибки Потому что не работает та ицелляционная процедура, которую мы делали при этом Ну, о том сетях вот этого типа мы поговорим в следующий раз Так, следующее